Прямо сейчас в историю 27-го дня белорусской письменности вписывают эпилог. Национальный праздник завершается в Белыничах. Приветствие участникам направил президент. На главной сцене в эти минуты идет церемония закрытия. Праздник завершится фейерверком. В столице дня белорусской письменности работает Инна Пелевич. Она на прямой связи со студией. Добрый вечер, Инна. Як свята? Вольга, добрый вечер. Литерально некольких хвилин тому тут на главной сцене у центра Белынича распочалась церемония закрытия дня белорусского письменства. Концерт присвеченный теми малой родими и у им принимаются дел зорки айчинной эстрады. Это Анатолия Армоленко, Ален Ланская, белорусский державный ансамбль письменности, коллектор «Чистый голос» и многие инши. И зараз я попрошу режиссеру показать неколькие урывков интервью, які мы записали зудельниками мероприемства. Обязательно нужны такие мероприятия, потому что как раз на таких мероприятиях мы можем показывать и наши новые песни, и наши классические гиды. Мы можем вспоминать наших замечательных белорусских классиков, таких как Владимир Короткевич, юбилей которого мы празднуем в этом году. И это замечательно. Есть масса поводов, чтобы творить вот к таким праздникам, создавать песни на белорусском языке. Эти праздники необходимы по той простой причине, что мы не должны забывать культуру и корни нашей страны. В особенности, это касается молодого подрастающего вокалиста. Культура, те корни, которые есть в нашей Беларуси, на родной земле белорусской, они едины, они индивидуальны и они сильны. Это очень важно. Мы должны это беречь и ценить. В современном мире есть огромное количество фестивалей, где звучит огромное количество модной современной музыки. Но весь этот стиль современный, в нем отсутствует душа. И я уверена, что этот фестиваль, он возвращает нас к каким-то очень важным, простым, душевным ценностям, про которые мы забываем. А еще у день на этой пляцовце были означены лепшие ауторы года. Прошла церемония узнагороджения лауреатов национальной литературной премии. Прозаики, поэты, крытоки отримали статуэтки, дипломы и грошовые премии. Без узнагородов в этом сезоне засталися только драматурги. Узнагорода – это плен моей деяности на протягу около 40-ка годов. Я занимаюсь краезнавством, пишу верши. Ну и узнагорода за краезнавшую книжку. Большость моих книжек – это про поставщину. Тому, конечно, мне вельми приемно за эту узнагороду. Ну и поставщина популяризуется. А тем часом в городе протягиваются масштабные гулянни. С находы свята центральная улица стала пешеходной. На советское гандаль однородных ромесников, выставы региональных мостаков, выступления самодейных коллективов, презентации творческих проектов. Замечательное впечатление. Я рада, что в этом городе состоялся такой праздник, что столько людей, что все радуются. Видно на протяжении всей улицы, что действительно это праздник, это день пресменности белорусской культуры. Все люди радостные, веселые. Хотелось бы жить в мире и согласии. Ты, у кого по никакой причине не отремалась проехать сегодня у Белынича, могут оценить идею для экрана телевизора. Гала-концерт покажет телеканал «Беларусь-3» у 22.30. Плануется, что в финале концерта небо над Белыничами расфарбуя, святошный фейерверк. И именно с этого момента распочнется подрыхтока до нового дня белорусского письменства. А нагадаю, что столицей 28 дня родного слова станет город Капыль Минской области. Ольга? Дякую, Инна. День белорусского письменства в Белыничах завершается.